Вадим, я бы не хотела с вами спать, хотя я старше вас на целый год. А он с тобой не хотел бы. Конечно, конечно. В целом, вам нужна женщина, немножко порочная внутренне. А молодая и порочная, всё-таки лучше, чем немолодая и порочная. Потому что представить с собой рядом женщину, которая на многое согласна ради денег, вы же понимаете, что по-другому это не может быть. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невеста Дарья. Ещё одна Дарья. И Вера. А жених у нас Вадим. Здрасте. Проходите. Вадим. 53 года. Его последней возлюбленной было всего 18 лет. Разменяв шестой десяток, понял, что не может повысить возрастной ценз избранниц, хотя осознаёт, что сам в него уже давно не вписывается. Вадим владелец нескольких бизнесов. Гордится тем, что построил два загородных дома и приобрел четыре квартиры. Признаётся, что имеет слабость к золотым украшениям. Предупреждает, что не может жить в одиночестве. Вадим никогда не полюбит грязнулю старше 26 лет с выдающейся нижней челюстью. Женится на стройной интеллектуалке с горящими глазами, чья красота не нуждается в косметике, речь не раздражает слух, а чувства не сводятся к деньгам. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. А что вы такая напуганная юная дева? Вы любовница, что ли, Вадима? Нет. Нет, тогда расслабьтесь. Девочки, нам ловить нечего, поэтому расслабьтесь, не кокетничайте, просто работайте. А не будем цветочки получать? Тоже в этом отношении расслабьтесь. Уже все, пояс наш ушел уже, Родин. Не, на цветы, ладно. Цветы не нам, да? Прежде чем подарить вам подарки, я подарю вам цветочки. Еще и подарки будут? Боже, за что, какая прелесть. И расскажу маленькую историю из своей молодости. В третьем классе мы писали сочинение на тему. Ребята, что вы любите больше всего на свете? Кто-то написал, я люблю родину, бабушку, дедушку, маму, папу, партию. Один мальчик написал, больше всего на свете я люблю золото и бриллианты. Вся школа смеялась над этим мальчиком. Какой глупый мальчик. Но прошло время, прошло 50 лет буквально, и теперь мальчик стал доктором наук. А теперь все думают, надо же, какой был умный мальчик. И в связи с этой историей я хочу вам подарить маленькие подарки. Ну нет, солидный мужчина такой, статный. Нравится? Спасибо, я бы желтый дал. Конечно, Вадим, было бы смешно, если бы вы в свои 53 года мечтали бы о Розе, вот с ее комплекцией, с ее характером. Лариса, подожди ты, еще дай посладиться подарками-то. А что-то у вас одна осталась? Поэтому то, что вы мечтаете. Может, еще подарок? Да дай, ладно тебе, что ты? А юные, 18-летние, имеете право. А у вас что там такое? А это сюрприз для невесты, если я ее выберу. Вот так вот. Пока не скажу, что... А вы можете показать свои колечки? А можно я подгляжу? Я не покажу никому, никому не покажу. Я же умру просто, умру. Люблю грешницы и Роска тоже любит. Ты должна получить для этого мужчину. Посмотри, какой он невероятный. Если ты выиграешь, у тебя будет и мужчина, и кольцо. И умный. Да что же вы такая милая. Как вас зовут? Снежана. Снежана. Может быть, вы сожалеете, что Вадим пришел за невестой? Нет. Может быть, вы сами его любите? Нет? Снежана моя дочка. Конечно, я его люблю, но как отца. А-а-а-а, Снежана дочка. Понятно. А сколько дочке-то? А сколько лет дочке? Двадцать один. Двадцать один? А ничего, если будет жена младшей дочери? Ничего. Это даже нормально. Правда? Конечно, они будут дружить. Мне кажется, у Снежаны даже слеза блеснула. Ну хорошо, да что вы? И даже вот сейчас вам вопросы какие-то задавать по поводу... Ну были барышни, как только им исполнялось, 22-го, вы их бросали, правильно? Я женщин никогда не бросал, которых любил. Получалось как раз наоборот. Если рассказывать про историю с первой женой... Нет, а вот сейчас, которая 18 лет и которую вы продолжаете любить, она не с вами? Была любовь, но она была кратковременной, так в течение года длилась, наверное. И потом мы расстались, потому что эта девушка была кошкой, которая гуляет сама по себе. И всё. Так в 18 лет ты, конечно, гуляешь. Я совершенно понимаю это. А если ваша дочка приведёт дяденьку тоже такого на шестом десятке? Если этот дяденька будет такой же, как я, то мы с ним будем лучшие друзья. Да? Я только и считаю, что, наверное, такой парень, как я, и должен быть её мужем. Когда я была три годика, и мы ездили в одну деревню, то один дядечка ей сказал, Снежана, а выйдешь ли ты за меня замуж? Она говорит, дядя Боссман, ты такой стагенький, такой закорузлый, а мне нужен такой холёненький, такой толстенький, такой миленький дядя, как мой папа. Будем с ней дружить вместе, по магазинам ходить. Мне кажется, ты ей понравишься, у вас локоны так накручены. Скажите, а что вас может объединить с 18-летней? О чём с ней говорить? Она же ребёнок. Вы знаете, допустим, вот когда у меня была последняя любовь, мне не важно, что она могла сказать. Мне просто было приятно с ней находиться в машине. Вот она сидела в наушниках или постоянно в гаджетах, мне было просто приятно на неё смотреть. И можно было ничего не говорить, не произносить никаких слов. А вы ей для чего были нужны, как думаете? За что она вас любила? Нам было с ней очень интересно, честно говоря. Мы с ней очень много катались на море. Надеюсь, что мы будем вместе в будущем путешествовать с ним. А если бы, например, вот всё то же самое, вот вы, прекрасный Вадим, щедрый, но бедный, очень, живёте в съёмной коммуналке в Бутово, как вы считаете, вот эти бы барышни были рядом с вами? Или всё-таки здесь есть такой элемент договорённости? Она вам молодость, а вы ей квартиры, деньги, поездки, тряпки? Нет, никакой договорённости не было, но если бы я сидел бы в Бутово, я бы там сидел в Бутово возле телевизора и спал, и не смог бы пройтись по набережной Ялты и её увидеть, и просто к ней прицепиться, заморочить ей голову, и она всячески отменяется. А если вам с ней так было хорошо, почему вы не вместе? Только я же говорю, это девушка, которая очень видная, и на неё очень много мужчин обращает внимание, и я понимаю, что как бы я в ней конкуренция. Есть девушки, есть видные девушки, но верные, например. Шекспир сказал, ум, верность, красота, конечно же, встречались, но никогда в одном лице не совмещались. Честно говоря, я с ним согласен. Это было сказано 500 лет назад. Я что-то не помню, правда, этих строк. Он просто хочет быть молодым, казаться молодым рядом с молодыми женщинами. Вы богатый человек, я знаю, у вас много квартир. Дайте хоть посмотреть, у нас видео есть. Приглашаю вас в свою скромную маленькую квартирку в городе Ялта, на берегу Чёрного моря. Видите, из окна видны кипарисы. Эту квартиру я проектировал и строил сам. Очень люблю высокие потолки. Вот эта комната для отдыха, она же и гостиная. Всё сделано просто, она со вкусом. Столик, где можно посидеть и поговорить. Ну, тут есть ещё скромный балкончик. Где можно выйти, полюбоваться видами Чёрного моря, помечтать. Слушайте, такое ощущение, что это не квартира, а какое-то помещение в одном из домов отдыха. Потому что такой вид, выход на набережную фактически имели только дома отдыха в своё время. Я тогда говорю, правильно? Это дом, там несколько квартир, где-то 10 квартир, и одна из них моя. Девочки приглашаю, он возьмёт своих друзей, я вас возьму, вместе там затусим, закуляем. А вот такая чистота и порядок, это не та домработница наводила такую красоту, которая впоследствии стала любовницей вашей? Нет, там домработница, которая работает на весь этот дом. А это что у вас, ещё какая-то квартира у вас? Это квартира московская. Здесь находится моя ванна с жакузи. Приходи, моя будущая любимая жёнушка, мы с тобой будем пить кокосовое вьетнамское вино, прямо из кокоса. Играть в золотые картишки. А также я тебе сыграю на ночь колыбельную на камбоджийских барабанах. До встречи, моя любимая. Чао. А в этой квартире не та наводила порядок домработница, которая потом стала любовницей? Нет, в этой квартире у меня... Нет, а вот про эту любовницу, давайте-ка, бывшая домработница. Вы знаете, получилось так, что когда я развёлся последний раз, то мне потребовалось в мой загородный дом, домработница. И я отдал рекламу, ну и эта девушка, позвонила её мама, она задержалась у меня в загородном доме аж 7 лет. Вот, то есть сначала это была работа, это были цветы, уход за участком, всё было прекрасно. А потом по истечении, скажем, 3-4 месяцев у нас... Сколько ей было лет? Ей было 30 лет. Наверное, в жару полыто мыло на коленках, подоткнув плачушкой, и вы думаете, ну и 30 сойдёт, а чё? Нет? Может быть и так. А это она мечтала, что когда вы умрёте, гробик у вас будет двухэтажный. Вы будете на верхнем этаже, а она в нижнем. Да, она иногда так приговаривала. Любимая, ты, если, говорит, помрёшь, то у нас гробик будет двухэтажный. Я-то умру после тебя. Я лягу сверху, а ты будешь лежать внизу. Это так любила. Да, всё наоборот. Так любила, да? Что она умерла, но любила грешнице выпить, да? Нет, она не любила выпить. Она просто иногда раз в полгода встречалась со своей подругой, которая жила в Москве. И они с ней любили ходить в кафе. У неё был день рождения, я подарил ей очень красивое золотое кольцо. И она пошла похвастаться перед ней. И они там, видно, купили где-то бутылочку ликёра. И сели на детской площадке, на лавочке. И вот так вот задержались. Кто-то с ними познакомился. В общем, какая-то образовалась компания. Она пропала на день, на два. А потом на третий день я начал её искать уже по всем родственникам, по милициям. Но у неё не было никаких документов. И вот эта служба, которая ищет таких пропавших людей, она говорит, есть ли у неё какие-то наколки. Она очень просила, чтобы я ей сделал тату. И у неё была сакура такая от колена и до плеча. И по этой тату мне сказали, да, поезжай в Кузьминках, её нашли. Она мёртвая. И я понял, что я потерял очень близкого человека. Я просто год не мог в себя прийти. Мне кажется, он настолько хороший, что мне страшно даже сделать ему больно. Просто я вот на него смотрю и удивляюсь на тому, насколько вот он позитивный. Чистый, благородный. Я ожидала всё-таки немножко какого-то пафоса. Вот смотрите, мы, конечно, все любим хорошую жизнь, море, вкусно поесть, секс. Это всё замечательно. Но кроме желудка и половых признаков наших, вот и подруга качает головой, есть что-то ещё другое. Голова, например, и душа, да, в голову уже не только мы едим. Вот как с этим дело обстоит. Почему не пробовали? Вы, взрослый человек, состоялись. Встретить взрослую, образованную, которая вас полюбит. И вы вдвоём просто будете проживать достойную жизнь взрослых людей. Я очень хочу выйти замуж за достойного человека. Я думаю, что этот человек мог быть им. А вот вы всё время на меня смотрите так, Анастасия. Вы чья подруга? Снежанина или Вадима? Нет, я даже больше, чем подруга, мне кажется. Я бухгалтер его. Просто. Да? Вадима. И вы согласны со мной, то, что нужна достойная реальность взрослых людей? Я согласна, но зная его характер и зная его внутренние какие-то импульсы, активность, ему на самом деле скучно с 35 лет и 40 лет. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, я активная? Более, чем я. Вот у нас на одной из программ был парень, я глаз с него свозила. Но я думаю, какой же клёвый, и музыкант классный, и такой чистый индейец. Здоровый, высокий. Но я понимаю, что мне даже кокетничать перед ним неприлично, хотя можно было бы что-то замутить. В конце концов, у него красота, а у меня связи. Но у меня внутри тормоз, что есть какие-то вещи, когда ты будешь выглядеть посмешищем. Понимаете? И я говорю себе, ну всё, пошутила, и на этом точка. Ему нужно вливание новой энергии, какой-то поток. Поэтому он хочет молодую девушку. Да, хочется какой-то глоток воздуха, что-то свежее, что-то живое. Снежаночка, а вы себя чувствуете комфортно? Да. А вот папа когда женится на юной барышне? Ну, это его выбор. Хорошо, теперь смотрите. Я за его счастье. Теперь самый противный вопрос, но который нужно как-то. Вы единственная же наследница на сегодняшний день. У вас всё переписано на Снежану или... Я пока об этом не думаю. У меня хорошее здоровье. Я ещё хочу пожить немало лет. И я хочу пожить немало лет, но всё моё движимое и недвижимое детям. Вот в этом разница, Ларис, между мужчинами и женщинами. Вы знаете, Лариса, я вот слушала, слушала вас... А не индейцам. Да. И, ну, я во всём согласна с Ларисой. Я ещё так на себя примерила. Но, вы знаете, вот по чесноку. Понятно, что я даже... Я не хочу спать с такими мужчинами, как вы. Хотя я старше вас на целый год. А он с тобой не хотел бы. Всё, конечно, конечно. И тоже хочется с молодым. Я как бы с одной стороны, в общем-то, ну, пытаюсь его понять. Но с другой стороны... Ну, правда. Ну, и стыд же есть, да? Да, да, действительно, есть это. Ну, во-первых, во-вторых, я тоже о своих детях думаю. Но не всё же этой похотью и так далее. Ну, вот, ну, всё время ушло. Теперь можно только наблюдать, смотреть, кокетничать. Но не приходить. У них же тоже своя жизнь. Дочка грустная. Наверное, не хочет мачеху. Ну, там мачеха от 18 лет. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни. Потому что роскошные волосы – это лучшее оружие женщины в борьбе за сердце мужчины. Соблазняй мужчин своими волосами. Испытай оружие яркости звёзд с шампунем «Лошадиная сила». Вадим, у вас серьёзные проблемы со здоровьем. Наверняка у вас сахарный диабет, как мне кажется, в общем-то, это. Пока нет, слава богу. А вы пойдите... Вы давно были в поликлинике? В обследовании проходили? Постоянно. Смотри, головой всё гибает. Ну, у вас большая степень ожирения. А то с работы вас уволят. Она что гибает? Потому что если она начнёт к каким-то другим, он её как раз точно уволит. Нет, она подтверждает нам. Я подтверждаю это. Я подтверждаю совершенно, он ходит на эти все оздоровительные процедуры. И что, оздоровительные процедуры? Ну ладно, в общем. Но 18-летней будет пофиг, она будет только желать, когда скорее уже это сыграет. Да, портят, да. Ещё 20-летней. Знаете, вот как бабуль моя говорила, и мы все говорим, не только бабуль, все мы про это знаем. На каждый горшок найдёт своя крышка, собственно говоря. То есть желающих на него есть, и что, и что мы будем у разума его лечить, учить лечить. Ну когда вот основные инстинкты поесть и поспать. Вот это тот случай, когда я в целом за женщину молодую. Не потому что я поддерживаю это. Я понимаю, что Вадим каждый раз будет сталкиваться с теми же сложностями. Я понимаю, что со стороны женщины это нечестно. Но у вас в гороскопе женские планеты находятся в падении, ну одна в падении, одна в изгнании. Это значит, что в целом вам нужна женщина немножко порочная внутренне. А молодая и порочная всё-таки лучше, чем немолодая и порочная. Потому что представить с собой рядом женщину, которая на многое согласна ради денег, вы же понимаете, что по-другому это не может быть. Что не просто из веселья кататься с вами в Ялту она выходит. А из-за красоты? Из-за красоты Вадима? Конечно. Это второе, но это так очевидно, что не будем про это говорить. Одним словом, я считаю, что выбор здесь другой быть не может. Потому что женщины непростого характера, знающие себе цены очень требовательные и, как я уже сказала, порочные, они лет после 30 теряют всё своё обаяние. Приятными остаётся только женщины внутренне чистые. Поэтому Вадиму... А они же рядом не доживают. Смотри, поэтому Вадиму, поскольку ему женщина внутренне чистая не нужна, просто ничего не остаётся, как свой взгляд останавливать на молодых. И всё. Давайте знакомиться, проходите. Удачи. Коробочку я поберегу, не волнуйтесь. Сохранности будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Приветик. Привет. Я готова воплотить все твои желания и мечты. Если мы будем вместе... Очень приятно. Даша. Вадим. АПЛОДИСМЕНТЫ Это тебе на счастье. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ По образованию экономист. Работает моделью. Любит красные тени и яркую одежду. Гордится тем, что отказалась от трёх вредных привычек. Надеется, что занятия йогой помогут ей надолго сохранить молодость. Разочаровавшись в отношениях с ровесниками, Дарья поняла, что только со взрослым мужчиной она сможет почувствовать себя настоящей женщиной. Надеется, что Вадим удовлетворит все её потребности. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто три сестры. АПЛОДИСМЕНТЫ А покажите, что какая у вас в коробочке драгоценность. Вы прям так даже не посмотрели. А что это такое? Я могу передать? Слушайте, это золотая медаль. Что ей движет? В корыстные цели? Или ей действительно понравился Вадим? Откуда вы приехали? Ну, я сама из Тьмени. Ещё одна подруга тоже из Тьмени. Я одна из Москвы. АПЛОДИСМЕНТЫ Где вы работаете? Я сейчас, можно сказать, фрилансер. То есть у меня заработок от модельного бизнеса. В том числе я не только снимаюсь. Я ещё и как агент работаю. А где вы снимаетесь? Как модель? В основном в Европе. Обнажённая, да? И обнажённая, и какие-то просто творческие съёмки. Вас не будет смущать то, что обнажённой снимается? Будет. Ваша барышня? Запретите? Ну, это мы будем уже индивидуально решать. А почему? Ведь дерзость, вызов общества, возможность продемонстрировать всем, какая у вас молодая возлюбленная. Вот, смотрите, моя. Скажите, пожалуйста, а зачем вам, молодой барышне, знакомиться с мужчиной не очень молодым? У меня были отношения с ровесником. Это... Я была в роли мамы. То есть со стороны молодого человека это был инфантилизм, это какая-то постоянная надежда на меня. То есть мне приходилось тянуть на собой их. Ну, я думаю, что мужчину всё равно нужно подталкивать на какие-то определённые цели. Вы бы смогли полюбить Вадима? Вы знаете, я вот смотрела буквально из комнаты, и я удивлена, что такие люди, как Вадим, ещё существуют. Ну, да, мне кажется, что в нём очень много благородства. Я удивлена, честно. Потому что, ну, то, что мне встречалось в жизни, если это какой-то взрослый мужчина, то есть со мной знакомились, допустим, на улице, хотели каких-то отношений, через какое-то время я узнаю, что он женат. Ну, зачем? Ну, зачем ты делаешь больно? Потому что вы так выглядите. Если вот вы втроём, например, спуститесь в метро и пройдётесь, да, то видно, во-первых, что вы приезжие, во-вторых, что вы бедные, и в-третьих, что вы нуждаетесь в спонсорских, так сказать, вливаниях. Вот говорят, посмотри, какой твой дом, и можно сказать о характере. Вот у нас есть видео, Дашенька снимает дом даже, да, с подружками. Мы снимаем дом с подругами. Давайте видео посмотрим. Может, что-то новое о характере узнаем? Да, я вам второго жилую. Здесь у нас небольшой уголок для тренировок. Здесь есть камень. Он рабочий, но очень классно горит когда, если его хорошо раскопить. Я люблю жечь рыбалочки. Вот даже сейчас. Сколько вас девочек там снимает? У нас живёт там девять подруг. Девять? Девять. Ещё я бы хотела рассказать о том, как занимаюсь йогой, то есть вот он коврик. Каждое утро я на него выгляду. Девочки, без обид, без всяких. Это выглядит как бордель. Камера, на полу матрас, красные простыни, девять девочек, которые снимают этот загородный дом. О, боги, что вы говорите? Нет, это на самом деле выглядит как бордель. Нет, это ни в коем случае не бордель. Мне, если честно, обидно, что вы так говорите. Нет, а что здесь обидного? Потому что девять девочек в таком доме, красные простыни. То есть вы считаете, что если много девочек, это обязательно бордель? Конечно. Конечно. Камера, которая стоит с ним. Ну да. А камера причём? Там нет бытовой обстановки никакой. Ни книжки, ни чашки. Это только камеры и всё. А девять девочек, почему? Там было целых вот столько книг. Скажите, пожалуйста, вот девочек живут, и что? Для чего? Мы живём, потому что мы все вместе, у нас есть определённая цель. Да, то есть я вот собрала, можно сказать, девушек, я один. Девочки, это дом, который дорого стоит. Да, конечно. Вы сами его снять не сможете. А сколько платите? Может, вы сами знаете, сможем? А сколько платите в месяц? Я зарабатываю минимум тысячу евро в месяц. Это минимум? И сколько на дом уходит? Это мне нужно выехать буквально три раза в Европу, и всё. Есть топовые модели, которые хорошо зарабатывают. Я её не слышала никогда. Аренда дома сколько стоит? 300 тысяч стоит дом. 300 тысяч? Разделите на 9. Что это так много? С 1000 долларов не отнять 35 или 40, допустим, там ещё взять интернет, еду и так далее. Да запросто. Мне ещё, знаете, хватит на то, чтобы съездить, я не знаю, отдохнуть на море. У вас есть три бонуса. Свидание на единице, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция? Скелет в шкафу. Ещё в скелет? Так, вот эти девушки. Да? Да. А и в чём скелет-то? Ну и в чём скелет-то? Вы уже рассказали. Скелет в том, что если я... Мне говорили о том, что молодой человек хочет, чтобы девушка переехала к нему, но одна я переехать не могу, то есть мы должны переехать все вместе. Вы же в своём уме, правда? Или вы не можете жить без авиации? Нет. Если у вас есть клиенты, которые туда приезжают, и у вас с ними договорённость ещё на какое-то время, то это одна история. Если у вас нет клиентов, и вы своим подружкам говорите «Аревидерчи, девочки, я замуж выхожу», нет, тогда мне просто объясните, я выхожу замуж, я уезжаю к своему мужу. Почему вы должны даже на короткое время его взять с собой? Почему бы нет? А скажи, пожалуйста, ты против? Если ты против, естественно, такого не будет. А почему вы дядьке 53-летнему говорите «ты»? Вы так привыкли? Потому что молодой человек в данной ситуации... Какой же он молодой, ему 53 года. Если бы мы с ним общались как работодатель и рабочий, естественно, я бы обращалась на «вы». Вадим, чувствуете себя Хью Хефнером, которому предлагают жить с семью брюнетками, вместо семи блондинок? Признайтесь. Если честно, то нет. Если он выберет её, сорвёт джекпот. Покажите, пожалуйста, сюрприз, который приготовили. Я хотела рассказать одну историю из моего детства. Когда мы с братом были маленькие, брат меня старший на 4 года, мы очень часто ругались с ним. И наш отец, чтобы как-то нас примирить наконец, чтобы мы перестали с ним ругаться, он придумал такую вещь. Он сказал, что с этих пор вы будете кушать за столом друг напротив друга и не сгибая локтей. В итоге мы с ним нашли выход из ситуации и с тех пор никогда не ссорились. Скажи, пожалуйста, смог бы ты сейчас вот каким-то образом покушать, не сгибая локтей? Ну, я не представляю, как это можно сделать, и потом мне не хочется кушать. Совершенно, да? Абсолютно. Тогда я могу показать тебе, как мы это делали. Очень просто. Смог бы ты то же самое сделать? Пожалуйста. Спасибо вам тоже. Заберите, не забудьте, пожалуйста, подарки. Проходите с вами. Что вы увидели? Ну, вы постарше, конечно, Анастасия, наверное, увидели побольше, чем Снежана. Ну, я, в общем-то, в легком шоке, что девушка с такими большими претензиями уже и к молодому человеку, что мы переедем все в девятером. Конечно, меня смущает очень сильно вот это все вранье, мягко скажем так, что совсем все не складывается, никакой истории, никакой картинки, совершенно не целостная девушка, совершенно не интересная. Ну, конечно, были проколы, но сразу на ты со взрослым дядей, ну, я так думаю, что это... Ну, не воспитанность какая-то. Нет, это нет, ну, они похожи... Придитый стиль общения. Конечно. То, что Лариса озвучила про какие-то свои домыслы, это тоже не согласуется ни со здравым смыслом, ни с реальностью. Кроме жалости какой-то я материнской, дикой, совершенно ничего не испытываю, потому что жизнь такая. Ну, кто-то идет учиться дальше, кто-то учится и полы моет в метро, а кто-то вот снимается и живет вот в таких домах по девять человек. Роза, а может быть, ты сегодня будешь прямо добрая и слепая? Когда старый мужчина берет в жены молодую, то в самом преступлении уже есть наказание. Ну, я думаю, что вы такую и хотите. И в ней есть и профессия, в ней нет брезгливости, в ней нет страха перед взрослым человеком, она не будет перед вами робеть. Вы получите то, о чем мечтаете. Борис, а ты обратил внимание, вы как-то прям так вот эта брезгливость в вас проглядывалась. Вы там не захотели трогать даже пищу, которую она приготовила? Или мне показалось это? Ну, я же слепая сегодня и глухая, нет? Нет, вы увидели правильно. Я вижу в гороскопе соединение Солнца с Марцем в квадратах. Девушка малоуживчивая, будет всегда настаивать на своем, всегда добиваться своего. В общем, на мой взгляд, она в своей сфере, она может далеко пойти. Нужно ли это вам? Другой вопрос. Они не знают, кто такая Даша, что у нее за деятельность, что за характер. Проходите, Вадим, и знакомьтесь со второй девушкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли сюда за невестой, а я безумно хочу выйти замуж. Так что я надеюсь, что мы нашли друг друга. Я Даша. Спасибо большое. Дарья, 20 лет. Студентка, подрабатывает моделью в магазине нижнего белья. Мечтает работать в ведущей прогноза погоды на телевидении и считает своим кумиром Ольгу Бузову. Признается, что постоянно жует жвачку и не выпускает из рук мобильный телефон. Дарья поняла, что не сможет обрести счастье рядом с простым спортсменом из Кирова и поспешила отправиться на поиски лучшей жизни в столицу. Надеется, что Вадим тот, кого она искала. Да, прямо невеста. Да, я приехала из Вятки и хочу вам подарить небольшие сувениры. Вятские сувениры. Ну, невеста сразу хочет выйти замуж, это видно. Расскажите, чем же вас так восхищает Бузова-то Ольга? Ольга Бузова, во-первых, она успешна. Она совмещает работу, то есть она владельца магазинов, там, салонов красоты. Она телеведущая. У нее муж спортсмен. И мне кажется, она, как по достоверным данным, то есть, что она сама добилась этого. Даша, ну и у вас был молодой человек, спортсмен? Да, но он был в другом городе, в Кирове. Он у меня был одноклассником со школы, мы встречались. И я всегда хотела попробовать что-то большего. Уехать из этого города и, ну, как-то развиваться, может, что-то. И вы уехали в Москву? Сначала я послушалась, я очень хотела семью. У меня, ну, родители не вместе живут. Мне очень хотелось построить вот правильную семью. Я думала, вдруг это моя судьба. Маме сколько лет? Маме 49. А дяде Вадиму 53? Знаю. Не смущает, что старше банкетает? Хочется познакомиться с разными возрастами. Я попробовала отношения с молодым, с ровесником. И хочется познакомиться с старшим мужчиной, ну, со взрослым. Понятное дело, что какое-то время его привлечет шестой размер груди. Но потом же он надоест, если нету интеллекта, нету какой-то харизмы у человека. Подарите любимым встроенную фигуру. Диета Елена Малышева. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо. Все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Диета Елена Малышева. А почему? Причину какую он назвал? Что вот что-то не ёкнуло. Странно. Вот у всего зала ёкает, глядя на вашу груз. А у него что-то там не ёкало. Я думаю, на улице с вами знакомятся, да? Да, знакомятся. Ну, конечно, первое обращают на бюст. А вы прям так ходите? Нет, я так не хожу. А вы такая хитренькая. Расскажите вот эту историю с серёжками. Да, у меня была история. Мне захотелось новых серёжек. И я взяла, сняла одну серёжку. Это с которой был на 10 лет старше? Нет, с другой. Но он был просто женат. Да, он был женат. И он меня звал... Мы познакомились в караоке. Он меня звал куда-то там сходить, ещё что-то. То есть, ну, без там, без постели, без всего. И вот. И однажды на нашей прогулке я решила снять серёжку. А до этого он вам подарил и серьги, и кольцо, и кулунчик? Я вот так вот, ну, поправляю волосы. И показываю, что у меня чего-то не хватает, что ли. Ищу такая серёжка, где серёжка моя. А на самом деле вы хитренько её спрятали. Да, он вроде всё, сейчас посмотрим машину, всё посмотрим, где она, где она. И всё. Ну, говорит, ладно, если что, я тебе сделаю точно такую же. Я думаю, а зачем мне третья, получается, серёжка такая же. Но в итоге он мне принёс другие серёжки. Вот. А вы разрыдались, наверное, прямо, ой, это мамин подарок. Да. Ну, у нас какая-то что? Повторить невозможно. Повторить невозможно. Лучше уж совсем другие. А кольцо у меня было из жёлтого золота, а подарил он из белого. Я говорю, ну вот у меня кольцо из жёлтого, серёжки из белого как-то не сочетать. И пришлось ему, говорит, намёк понял, и в следующий раз принёс из белого. И вы искренне думали, что вот с таким женатым мужчиной, который вам дарит кольца и серёжки, вы можете без всякого интима встречаться? Нет, я, конечно же, понимала, что ему хочется от меня. Но я ему рассказала свою историю своей семьи, что я не хочу быть той разлучницей, которая была в нашей семье. Причём здесь разлучницей интим? Ну, конечно, я так думаю, что всё было. Нет. Ну, не так и хорошо. Всё упирается в деньги, как обычно. Ну, вам голову легко заморочить, а мне трудно. Поэтому я никогда не поверю в искренность наших сегодняшних невест. И я хочу доставать скелеты от каждой из них. Ничего, не против? Хорошо. О, что это, что это? Что же это за скелет? Мой скелет в шкафу такой. Конечно, большая грудь, это очень, может быть, красиво, и мужчинам это очень нравится. Но для женщин это очень большой труд. Вот гирю можно опустить и не носить. А грудь большую приходится постоянно с собой носить. И поэтому я хотела бы её уменьшить. Капусту, наверное, ели с голодухи по бедности, да? Правильно. Мне кажется, это награда, это плюсы. А вам нравится большая грудь? Или вы что-то тоже как-то не смеялись? Мне нравится девушка, а грудь это уже вторично. Как приятно хоть это слышать. Нет, ну, надо будет это, потому что точно твоя грудь до колена, ну, до пупка точно. Ну, с чего вы взяли, очень же индивидуально. Да потому что к вам придёт молоко, а потом всё растянется. Хорошо, Дарья, покажите сюрприз, который приготовили. Нужно подготовиться. Ну, они к ней более расположены, потому что... Потому что они подходят под стереотип. Да, она просто слишком мило себя ведёт. Миленькая такая, глупенькая. Подружки у неё такие скромняшки. И типа, Ларисе это нравится, значит всё нормально. Ох, ты ложка. Ой. Я ваша спасательница. И я пришла вас спасать от одиночества. Пойдёмте за мной. Спасательница Малибу. Полность уже и почти никого. Я знаю, точно придёт. Ожидаю его. Конечно, дёргает немного. Может быть, и забыл. Хотя вчера по телефону он секреты открыл. Все секреты по карманам. Я гуляю с Даберманом. Ау. Ну, мне кажется, ему нравится. Такой активный сюрприз. Я буду вместо, вместо, вместо неё. Твоя невеста. Честно, честно её. Я буду вместо, 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 вместо неё. Твоя. Я. Не упадёт. Не упадёт. Спасибо. Слышь? Не упадёт. Спасибо, девочки, забирайте свою подружку Забирайте Ну что, Анастасия и Снежана, как вам девушка? По крайней мере, она вела себя искренне Да, в меру естественная Мне тоже понравилось Да? А вам, Вадим? Хорошая девушка А тебе, Роза? Главное, что она с подружками к вам не собирается Да, в девятером В девятером, да Ну вы хорошо вместе Смотрели на сцене Да, в восторге Она улыбалась, когда вы танцевали Дарья, действительно, простая и искренняя Когда в гороскопе людей ярко выражены сразу И уран, и луна земная, тельцовская, теплая Вот это иногда порождает такое И с одной стороны простоту И они как дети, что на языке, то и на уме Мы имеем здесь классическую историю Розы Раифовны Сибитовой Водолеев, луна, тельце Которая, как сама говорила, неоднократно замуж выходила Скажем прямо не из-за любви Не, не из-за любви А из-за того, кто обогреет Да, и в общем, честно в этом признается Я так понимаю, что и муж тоже был в сфере Честно говорила Да, я тоже честно сказала Вот я думаю, что у Дарьи, с одной стороны, и наивность, и невинность И вот это вот такое детское ляпнуть, что думаешь, действительно искренне есть И так у нее будет до 53? Нет, у Розы такой гороскоп, которого не забудешь Все-таки он особенный У Дарьи попроще, я бы сказала, так и жизнь будет попроще Ну, видишь, и тебе тоже неплохо отзываются Ну, у нас еще есть одна невеста, проходите, знакомьтесь Здравствуйте Меня зовут Вера Я прилетела издалека Хочу вам подарить этот казахстанский шоколад Я приехал сюда с серьезными намерениями Хочу с вами познакомиться Очень приятно АПЛОДИСМЕНТЫ Вера, 26 лет Главный специалист в акционерном обществе Гордится тем, что опубликовала сборник стихов И написала исторический роман Признается, что любит экспериментировать с прической Предупреждает, что готова вступить в интимные отношения Только с законным супругом Поклонники Веры так отчаянно боролись за роль первого мужчины в ее жизни Что не стеснялись пускать в ход даже запрещенные приемы Надеется, что Вадим окажется мужчиной с благородными намерениями Здравствуйте, Вера Здравствуйте, я хочу вам подарить сюрпризы Спасибо большое Это казахстанский шоколад Спасибо Самый вкусный в Казахстане Спасибо вам огромное Спасибо большое Спасибо Верочка, я правильно поняла, вам 26 лет и вы невинны Правильно Молодец, молодец Я воспитана не по современным традициям А у меня родители консервативных взглядов Что правильного в том, что 26 лет девушка девственница? Да, она боится просто своих родителей Ну расскажите тогда о этих длинных грязных мальчишках, которые вас пытались звить все-таки с этого пути Ну, я познакомилась с первым молодым человеком в 16 лет Мы с ним прообщались два года Первый год мы с ним просто общались Вот, на второй год он захотел близости Что естественно Да, что естественно Но знаете, он знал о моих намерениях У него такие взгляды были, что он хотел, чтобы я бросила учебу И стал меня, получается, компрометировать на то, чтобы я стала его девушкой Но вы бы ему сказали, сколько подождать, а потом бы он на вас женился и все бы было Вообще-то я не могла тогда сказать, сколько ждать Я сказала, что я хочу закончить учебу, я не могу ее бросить Вот, он потом начал говорить, что он тогда покончит с собой жизнь Да, покончит с собой убийство Бедный, как хотел Да, он меня настолько растрогал И я вот столько лет проплакала Общаясь с ним В итоге мы разошлись Он сказал, что не будет меня ждать Вот у нас такие, ну, страсти были То есть она не хотела? То есть она все-таки фригидна? Она не хотела Ну и что? Вот она выйдет замуж, будет такая же фригидная Ну, с вами, Вадим, с ней долго не походишь То есть что, ну, вот пару раз в театр сходите, в кино там Сразу же, потому что все мужчины во Вьетнаме, когда вы отдыхали, да? Да, я во Вьетнаме Как только молодой человек узнал, что вы девственница, сделал ноги Да, сделал ноги Хотя вы за него и платили, и деньги Ну, я за него не платила Ну, помогли ему, да Просто я потом, мне не нужны были такие отношения А вы готовы? Прямо быстро? Ну, через месяц, я имею в виду, уже в ЗАГС Месяц это маловато Надо подождать Хорошо, а если полтора года, готовы терпеть и ждать? А где ей 26 лет? Я в 36 Ну, 26 плюс полтора, плюс 6, половина У нее просто мозг взорвется Ты чего? У кого? У нее Она не знает, я не знаю, что это такое У нее взорвется Ну, все равно гормон-то играет Уже к 27 лет гормон уже играет не так Девочки, ну ладно, я тоже за детственность Ну, пожалейте девчонку-то, ну что же вы Ее уже совсем уже плохо Вер, вы такая хорошенькая Я вот правда очень хочу семью А не страшит, что Вадим вам в отцы годится? Нет, мне не страшно Мне наоборот Ровно в два раза и на один год старше Я знаю, что Вадим старше Но зато богатый А в Казахстане там это... Богатый тоже, это плюсы Но прежде всего я думаю не только о себе, но о своих будущих детях Также я вижу в избраннике защиту, опору, безопасность Это мне так необходимо Хочу человека надежного А я хочу узнать, что за скелет у вас, потому что вы идеальная Просто... Хотите узнать скелет? Конечно Я, например, просто в нетерпении, как только вы зашли Это что? Это дата Я хочу вам сказать, что мой отец был ликвидатором последствий аварии Чернобыльской атомной электростанции Он жив? Да, он жив, все хорошо Я родилась спустя два года После этого То есть у вас какие-то могут быть... Ну, это просто маленькая какая-то незначительная процент, возможно, ну, насчет моего потомства Нет, если 26 лет и у вас с вами все хорошо, у него уже никак ничего не будет Ой, фу-фу-фу, нет, в цирковь сходите, нет, ничего, не может этого быть А что это за фотографии, Вера? Вот я могу показать Это вот мой отец посередине Вот фотографии Боже ты мой, ликвидаторы Ну, это старые фотографии Они еще и фотографировались там на фоне, без защиты Да, да, как его зовут? Николай Николай Вот защемило сердце, ей-богу Правда Дай Бог вам здоровья Вот Пусть про вас забудут все эти болезни Не могу, комок в горле Ой, хорошую девочку воспитали АПЛОДИСМЕНТЫ Покажите, Симплей АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так АПЛОДИСМЕНТЫ Солнце ярко светит И смеются дети И мы рука в руку Идем с тобою рядом И говорить не надо Все и так понятно И мне приятно всем вам говорить Желаю, чтоб вы все были здоровы И чтобы над вами Сияло солнце ярче, чем на Мадагастаре Чтоб до Сталин жили Чтоб горя не знали И чтобы ваши детьми вас радовали Ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Верочка, малышечка, вот послушайте меня И сделайте так, как я вам скажу Пожалуйста Сейчас на вас смотрят миллионы, миллионы, миллионы Со всех стран Не для того ваш папка, сколько ломался В Чернобыле остался жив Чтобы его сердце лопнуло на вашей свадьбе Если к вам зайдет Вадим Пожалуйста, у Вадима одна судьба, а у вас другая Вы еще к нам приедете и будете сидеть на этом месте И вас будут выбирать женихи Умоляю, ради Бога Вадим неплохой, но он не ваш Он не ваш человек Умоляю, заберите сейчас на память вот эту монетку, цветы Все, и просто руки в ноги и дуйте отсюда из Останкина До тех пор, пока он еще не... Хорошо, я пока его здесь задержу А вы вот прямо все вот эти подарки И быстренько отсюда, даже можете в комнату не заходить Давай, милые, быстро, быстро, быстро Просто... Нет, водопадку-то заберите И цветочки заберите, и монетку на всякий случай Но я буду в своей комнате все равно Не надо там, уходите А то вдруг придет, что вам делать? Что вы скажете? Грустно стало, Вадим? Нет, почему? Весело Ну, Вера... Вера... Покорила? Ваша? Нет, не покорила Я и поняла Ну, я Ларису понимаю, но я не хочу уходить Давай поженимся в вашем мобильном Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время А пока реклама Настя, кого вы советуете начальнику? Я советую из всех трех Вторую девушку, Дарью Но... Слишком это все... То есть это не приведет к женитьбе, к свадьбам Почему? Ни к чему это не приведет Не знаю, она... Слишком легкие тогда будут какие-то отношения Мне так показалось А Снежана, кого вы хотите видеть рядом с папой? Ну, честно говоря, третью, но это невозможно Поэтому никого... Да, это невозможно Я просто не разрешу Я свяжу ее Если он зайдет, я обязательно выйду Я вам советую Дарью первую Роза, а ты? Я Дарью вторую, она повеселее И такая прям... А звезды? Ну, идеального соответствия здесь нету Но я бы тоже остановила свой выбор по сумме факторов на второй Дарье Хочу сказать, что на самом деле мы знаем по нашей программе Большое количество мужчин пожилых хотят себе юных красавиц Девушки, слушайте, пожалуйста И не позвольте себя вот таким немолодым сластолюбцем завлечь Итак, с 12 марта по 5 апреля Венера находится в знаке рыб А это значит, что все мы становимся чуть романтичнее Душа раскрывается И в это время так легко обмануть и облапушить доверчивые юные уши Один-два романтичные жеста Один-два красивые слова И они уже готовы будут распахнуть свое сердце Вот призываю их, конечно, этого не делать и быть на стороже Ну и с 5 апреля Венера заходит в знаковно Вот тут женщину любую практически легко взять яркими знаками внимания Призываю помнить, что размер букета вовсе не соответствует размеру преданности, искренности и порядочности избранника Для того человека, который этот букет дарит В любом случае, мы вас поддержим, Вадим Выйдите туда, куда решили Мы с вами Проходите Как коробочками побудьте Я ее караулила Я никуда ходить не буду Почему? Ну, потому что... Никто не понравился? Никто не понравился мне, да Я просто, посмотрев на этих девушек, понял, что мне дорога только одна девушка Это вот та, которая в Ялте? Которая в Ялте Которая 19 Которую я просто люблю А зачем же тогда вы сюда пришли? Я понял только на эту передачу, вот сейчас Поэтому это колечко достанется ей Вот и все А зачем же вы тогда пришли? У нас время как-то так Ну, время и мое тоже было потрачено К сожалению, надежды были обмануты А, то есть вы думали, что вдруг встретите лучше, да? Да, но лучше, наверное, я не встречу Поэтому я подожду, пока она подрастет, перебесится Буду ждать долго Но вы же не законсервируетесь Пока она будет... Вы же будете тоже набирать вес Я буду расконсервироваться в обратную сторону Да? Может, стоит все-таки сегодня попробовать? Вдруг? Обязательно Нет, сегодня нет Нет? Никак Хорошо Вот теперь вы, знаете, вы даже умеете все Смотри, что делать, да? За что уже с таким мужчин пришли? Да, хочется молдаванина и того Бундуржного зэка Под наркозом я была, когда встретилась со своим бывшим Спасибо Спасибо Спасибо